Самый популярный в Краснодаре вид спорта сегодня это какой? На данный момент, наверное, самый массовый, ну, из рыговых видов спорта это футбол. Для меня, в принципе, самый массовый вид спорта и самый популярный это именно тренировки в зале тренажерном. Там появилась куча разновидностей, по сути дела из этого же зала и кроссфит вышел и все остальное. Тогда, наверное, Игорь, вам бесполезно задавать вопрос, какой у вас любимый вид спорта. Ответ уже очевиден. Александр, а у вас? Футбол, поскольку я футболом и занимался. На сегодняшний день? Да, когда бывает возможность, сейчас поменьше ее тренируемся, бегаем, играем. Хотя я очень люблю, в то же время это и на турнике, и это тренажерный зал. Вы нагружаете свои мышцы, железо? Немножечко кроссфитом, то, что позволяет время. Так как специалист в этой области, как бы имитировать не хочется, хочется заниматься. Поэтому, скажем так, что я пытаюсь, делаю попытки, хожу, но все это пока имеет такой хаотичный характер. Занятие в тренажерном зале нужна система. То есть, три раза в неделю вы должны обязательно находиться в зале, добросовест забыв все на пороге зала. То есть, все проблемы, заботы, личные дела, звонки, там все. То есть, зайти в зал и посвятить час хотя бы тренировке в зале. То есть, в таком случае это результат. Все остальное это имитация тренировки. Недавно в нашем городе произошло событие. Фестиваль силовых видов спорта. И, как я понимаю, особенный, потому что Самсон 45. Александр, вы часто бывали на таких фестивалях? Да, приходилось быть на этих фестивалях. Это одни у нас самых лучших массовых таких фестивалей. Это вообще, можно сказать, один из примеров, на которые надо равняться по уровню организации и количеству спортсменов, принимавших участие не только в Краснодарском крае, но и со всех регионов Российской Федерации, нашей России. А вы бывали в качестве зрителя или доводилось, что и участника? К сожалению, для меня только в качестве зрителя. Только в Краснодаре или еще где-то? В Краснодаре. Игорь, соревнования проводятся два раза в год? Ну, не всегда. Изначально проводилось два раза в год, но с учетом развития силовых видов спорта мы добавляли их в программу фестиваля. В итоге оргвопросы более вырастали, и мы не успевали, скажем так, проводить два раза в год. Я так прикинула, более 20 лет Самсону в Краснодаре. Ну, первый турнир Самсон прошел 27 июня 1992 года. То есть это 26 год, когда проходят эти соревнования. То есть даже уже 25 лет прошло, то есть серебряный такой юбилей уже был, да? Да. А вот интересно, не возникало желания зафиналить, остановиться, что ну вот и, наверное, хватит? Ну, честно говоря, нет. Это как система, образ жизни. Ну, как мы каждое утро встаем, чистим зубы, завтракаем. Вот как бы мысль возникает когда-то закончить завтракать и, скажем так, зубы чистить. Но для нас это примерно сроднее тому же. То есть у нас настолько люди живут, скажем так, закончив год, сезон. Ведь у нас, в принципе, спортсмены готовятся, не всегда могут подготовиться за один сезон. То есть спортсмен, выступая на соревнованиях, планируя завоевать какой-то результат, он понимает, что все равно он высшего результата не добьется. Все это проходящее. И, как правило, спортсмен где-то до пяти сезонов готовится, чтобы стать там абсолютным чемпионом. Это прям как в Олимпиаде, да? Вот нужно идти несколько лет подряд, готовить себе форму. То есть получается, что популярность у силовых видов спорта, она достаточно высока. И поэтому вы, как организатор, даже если устанете, все равно продолжите это делать. Ну, конечно. Есть, конечно, сложности определенные, трудности проведения. В основном это связано с бюджетом, потому что количество участников растет. Площадки надо делать более широкие. Количество требований тоже растет. То есть это должно быть и лицензированное помещение, либо здание, где проводится. Там куча всяких норм технических должно быть. А все это как бы дополнительные работы, заботы. И нужно увеличивать и состав оргкомитета, и это все люди. Ну, на сегодняшний день, я просто хочу отметить, на последнем турнире только в бодибилдинге приехало 72 региона России. Представьте, 940 участников, 1100 только выходов на сцену было спортсменов. То есть это колоссальный... Проходил турнир по бодибилдинге три дня. Вот, допустим, в субботу вышло на сцену 520 человек. Представляете? А это же работа судей. Они должны отсудить все эти 520 человек. 60 категорий было. 60. За этими цифрами стоит конкретная работа людей, какие судьбы спортивные. То есть всегда вы же понимаете, что не бывает всех первых. Первый только один. Все остальные это как бы вот те, кто преднедавал... В стремлении стать первыми. Конечно, конечно. Если недовольны и все. Поэтому должна быть слажена четкая работа, чтобы все... Это я не говорю о том, что каждый судья должен покушать, перерыв на обед его там сделать, накормить и так далее. Недовольных много бывает? Да нет, в принципе. На тысячу человек может быть таких. Но не то, что скандалы. Вот мы уже сейчас ориентируемся по соцсетям. Ну где-то, думаю, не больше десятка человек, которые в основном все видят, что четкость, объективность работы, слаженность. Жалуются на судейство или на организованность? Каждый себе находит причину, почему он проиграл. Зависит от человека, насколько он эмоционален. Ну как правило, они еще все же на сушке. То есть в пересоревновательный период они там как бы более раздражительные, скажем так. Более чувствительные. Конечно. Плюс у нас ведь спорта такой чуть-чуть, как бы, знаете, каждый неадекватно себя оценивает. Может быть неправильно там читать, что он первый там, но видят там... Ну, в принципе, от четкой, слаженной работы от начала, от начала именно, как ты пришел, загримировался, размялся и вышел на сцену. Как бы все без запиночки идет. И как правило, спортсмены правильно воспринимают оцененную свое место в занятом турнире. Вообще интересно, а в других городах России вот такого уровня соревнования по этим видам спорта не проводится? Ну, проводится везде, во всех регионах России, как правило. Но стоит отдать должное, что именно Краснодар здесь номер один вообще в проведении в России. Вообще, вот в 2014 году есть такая передача «Железный рейтинг». Она проводила именно опрос среди зрителей, среди участников и организаторов. И именно Краснодар, Краснодар с турниром «Самсон» занял первое место в Европе по проведению именно мероприятий силовых видов спорта. Причем оценивался не только бодибилдинг. Был «Эмрспорт» и «Стронгмен», то есть в Европе мы номер один по проведению такого вот массового глобального мероприятия. В 2014 году по версии журнала и передачи «Железный рейтинг». Значит, и судейство тоже доверит здесь больше Краснодарскому, я так делаю вывод, да? Да. А город поддерживает, помогает там, например, теми же самыми площадками или как-то взаимодействие происходит? Мы, еще раз повторюсь, 26 лет работаем. Принцип такой, что мы обращаемся и, естественно, в рамках возможностей города нам всегда мало. Нам всегда нам нужно больше и финансов, и помощи, и организации. Ну, то есть, но город, естественно, помогает тем, чем может. Ну, допустим, простой момент. На этом турнире у нас было такое количество заявленных видов спорта, что у нас просто элементарно не хватило судейских столов. То есть, столько площадок, нужно было где-то размещаться, все, и мы обратились, скажем так, с вопросом, не имеющим никакого отношения к спорткомитету. Вот, и они нам нашли возможность и передали нам из дворца спорта «Олимп» еще 10 столов для судейства. То есть, это простой такой маленький пример, который характеризует слаженную работу и помощь в спорткомитетах. Итак, Самсон 45. Вы уже сказали о том, что это трехдневная была огромная программа. И мне бы хотелось пройти, наверное, вот по некоторым ее частям. Начать, по крайней мере. Итак, турнир по сумо. Вообще, Александр, у нас в Краснодаре есть хорошие сумоисты? Ну, хорошие есть, конечно. В основном, это у нас бывшие воспитанники борьбы. В прошлом году у нас было открыто отделение сумо. Это в спортивной школе подведомственного департамента образования. Номер один возглавляет ее Степан Гречко, мастер спорта по греко-римской борьбе. Он сам и занимается сумо. И там у него уже набраны группы деток, которые уже начинают свой путь в сумо с юных лет. Ну, пока для нас это новый вид. Да, экзотика такая. В городе, по-моему, так вот на улице выходной день на Красное вряд ли встретишь. Пока на данный момент экзотика у нас. Это говорили о том, что у нас есть интерес и любимые виды спорта. Вид спорта, если он начинает развиваться, значит, уже есть чей-то интерес. Дальше уже одно отделение открылось. Может, в будущем это будет и отдельная спортивная школа. Но на данный момент есть такой эксперимент. Был запрос, так сказать, от жителей. Поэтому пытаемся это развивать. Я бы хотел сказать, что в этом году впервые у нас на фестивале появилось это сумо. И мы проводили как раз турнир. Это был на улице. Был, кстати, достаточно такой востребованный. Хотя я хочу сказать, что вот, хотя им в основном занимаются борцы, но, по сути дела, борьба сумо и борцы-вольники и так далее, у них там совсем разные направления. Системы вообще. И даже там они иногда вредит то, что они вольной борьбой занимались, потому что у них свой принцип, там, бросок и так далее. А тут в данном случае как раз этот бросок может сыграть в минус соревнующих. То есть вольники тоже участвовали в этом турнире? Нет, ну я имею в виду, вольники в роли сумоистов. Я про это имею в виду. Конечно, участвуют в основном. В основном основные участники именно из борьбы, конечно, в основном. Хотя я же говорю, повторюсь, что там сумо и своя специфика, которая может такую злую шутку для этих вольников сыграть. Потому что при броске нельзя коснуться локтем или нельзя рукой коснуться. Ну что-то я там тонкости не знаю, но вот я знаю, что иногда они проиграют. А стопроцентные сумоисты были в этот раз? Нет, я не видел стопроцентных. Их надо откармливать хорошо там. Это перспектива. Да, это перспектива. Мы продолжим с вами разговор после короткой рекламы на нашем канале. Продолжаем разговор с Александром Терещенко, заместителем начальника управления по физической культуре и спорта администрации города Краснодара, и Игорем Самухиным, главным судьей и организатором фестиваля силовых видов спорта «Самсон-45». Игорь, скажите, в турнире по воркауту удивления случились? Да нет, в принципе. Они всегда отработали так хорошо. Ровно. Да, соревнования провели. Ну, все без запиночки. Там свои были у них чемпионы. Ну, как бы, что касается именно воркаута, у нас в Краснодаре находится команда чемпионы мира. Вот. Поэтому, как правило, они это и проводили. То есть, все там четко и слажено. Находится команда, это в смысле не то, что она сюда приехала, а здесь она работает. Нет, она здесь живет, базируется, да, выезжая на чемпионаты мира, они выиграют их. Александр, насколько управление по физической культуре и спорту Краснодар заинтересовано в развитии воркаута в нашем городе? На все 200% заинтересованы. К сожалению, у нас, как вид спорта, у нас нет ни отделения, ни спортивной школы по воркауту. Это более такой вид уличного развития. Ну, как мы все видим, на данный момент, да, площадки есть. Мы уже говорили, что в прошлом году Федерация Кровая Воркаута подарила несколько площадок, которые были установлены и возле Олимпа, Дворца спорта, в нескольких парках. Снова возвращается мода на турник, так называемый. Как в нашей молодости, я помню, мы все перемены проводили на турнике, несмотря на каким видом спорта занимались. Футбол, легкая атлетика. Но был такой культ турника, в хорошем смысле слова. То, что можно сделать на турнике. Перспектива, конечно же, развития это огромная. И строительство новых площадок, и в этом году. Я думаю, и на следующий год будут заложены. Эту помощь оказывают депутаты у нас огромную. Приобретают у нас это оборудование, устанавливают на территории своих избирательных участков. Игорь, турнир по средневековым боям. Средневековые бои – это тоже силовой вид спорта? Ну, получается, да, там физическая нагрузка такая бешеная. Он как бы не является ни олимпийским, даже видом спорта он как бы так странно. Но я посмотрел, как они бьются. То есть в кольчугах, с мечами. И самое же интересное, что все это по-настоящему происходит. Там удары именно идут. То есть там, если промазал, благо, что там амундирование у них, там латы вот эти железные. То есть выглядит все это как бы по-настоящему. Интересно. Там единственная разница от показательных выступлений, что затупленные концы, разрешается полный контакт. Единственное, нельзя колоть. Но я представляю мощь наших прадедов, которым надо было… Тут, наверное, не колоть, тут, наверное, уже рубить. Да, прадедов, мощь прадедов, которая действительно мечта не 2, не 3 килограмма весит. Плюс на тебе амундирование на килограмм 30-40, если не больше. То есть это достаточно силовой вид спорта. Этот вид спорта, скажем так, в этот фестиваль вошел тоже впервые? Да, впервые. Впервые, первый раз, да. Вы говорите, что и желание продумать. Первый раз, и я думал, что он будет в системе. Мы теперь всегда представили нас на турнире, и поэтому любитель или желающий попробовать себя, мы обращайтесь, мы всегда дадим контакты. Ну и, наверное, самое большое количество зрителей собрали соревнования по шестовой акробатике, или я ошибаюсь? Ну да, шестовая акробатика, очень много желающих туда было. Смотрится очень зрелищно, очень. И так грациозно, пластично, красиво. То есть они там выступают, ну, как скажем так, гимнасты на шесте, как бы это вот. Ну то есть да, там и хореография, и акробатика, и спортивная гимнастика. Всему, всему есть место, да. И характерно, что вот есть у нас спортсменка Оксана Гришина, она вот у нас в бодибилдинге выступала в категории фитнес. На сегодняшний день это самая именитая и титуловая спортсменка в мире фитнеса вообще. Она мисс Олимпия, пятикратная. И вот сейчас она закончила свою карьеру в этом году, и она полностью уходит вот в шестовую акробатику, только она в такую более силовую, скажем так, больше топ-лиментов было и так далее. А карьеру она завершила как именно в фитнесе? Как спортсменка, да, фитнес, категории фитнес. Вот она одна из спортсменок из России, которая добилась таких результатов. Вот и вот она впервые провела в марте месяце свой турнир такой своей федерации. Она вообще федерацию открыла в Америке на соревнованиях Арнольд Классик. То есть Арнольд Шварценеггер поддержал эту идею, и вот она проводила это впервые. А в Краснодаре есть секции по шестовой акробатике? У нас федерация есть, да. Федерация занимается развитием шестовой акробатики, уже набирает маленькие группы девочек, которые, так сказать, на данный момент, наверное, больше провели. Славич сказал, что больше гимнастки, кто занимался акробатикой, как бы пришли в этот вид спорта. А вот воспитывать уже юных спортсменок, вот сейчас, я думаю, в течение нескольких лет ведет федерация набор. Интересно, какого возраста вообще показано заниматься этим признанным теперь видом спорта? Ну, как бы как в любом виде спорта. То есть, когда ты уже акреп, в принципе, от шести лет, по-моему, там спокойно девчонки занимаются. А кто сильнейший оказался в силовом экстриме? В силовом экстриме оказался сильнейший спортсмен из Таганрога. С учетом, что это вот нам, по сути дела, съехался весь юг, вот, именно в личном. А в командном оказалась команда из Краснодара. А чем был показателен на этот раз чемпионат города Краснодара по жиму лёжа? Ну, жим лёжа, учитывая, что очень много видов спорта. Обычно мы проводили параллельно соревнования по пауэрлифтингу. Пауэрлифтинг включает в себя три дисциплины. Жим лёжа, приседания и становая тяга. Ну, как правило, учитывая, сколько там участников, в том числе, то есть это затягивает на более длительный срок и требовало бешеной, скажем так, динамики, вопросов там. Ну, короче, много всего. И чуть-чуть как бы это не так выглядело качественно, как хотелось бы нам, как организаторам. И в этот раз было принято решение из категории пауэрлифтинг взять одну дисциплину, жим лёжа, и провести её в более усечённом варианте, но более качественно, с призовым фондом хорошим и так далее. То есть, по сути дела, жим лёжа – это одно из упражнений в пауэрлифтинге. Ну и в рамках этого фестиваля, наверное, главное событие – это Кубок России по бодибилдингу «Самсон-45». Какие результаты? Результаты, ну, что я хочу сказать именно про бодибилдинг, повторюсь. Мы бьём свои же показатели, свои же рекорды. Ну, прежде всего, это количество участников. Если два года назад мы проводили чемпионат России, и здесь было у нас 835 участников, то сейчас было на 100 человек больше. Второе – это количество зрителей. То есть, столько у нас людей пришло в этот раз посмотреть. Ну, как бы, тоже мы горды тем, что всё-таки вот именно наш вид спорта, он как-то притягивает. У нас было 60 категорий, это ещё один рекорд. То есть, в принципе, ну, понимаете, да, 60 категорий за три дня пропустить – это очень глобально. Абсолютным чемпионом бодибилдинга, это самая высочайшая номинация в нашей категории, ну, в нашем виде спорта, именно классический, не классический, а именно бодибилдинг, стал Алексей Тронов из Москвы. Вот. Команда Краснодара заняла третье место. А среди женщин? Среди женщин – спортсменка, представляющая Санкт-Петербург. Мне хотелось бы отметить, что у нас очень хорошая была дисциплина фит-моделей, то есть, это категория, в которой женщины выходят в платьях. Вот, очень эффектно смотрелось, зрительно, так всё масштабно. Вот, и она была тоже такой, да, довольно-таки насыщенной. Вообще, можно сказать, что вот ваши ожидания, как организатора, они где-то превзошли самих себя? Или, в общем-то, вы ожидали, что будет именно вот так? Ну, вы знаете, скажу так, что в этом году с гордостью хочу сказать, что я удовлетворён нашими соревнованиями. Вот. Последний раз мы проводили Россию, у нас были некоторые накладки для зрителей, они были незаметны, то есть, всё было чётко, для спортсменов тоже всё. Ну, вот, как организатор, я, ну, не то, что не удовлетворён, а желал бы лучшего, то есть, желал бы большего, там, в некоторых показателях. Скажем так, в этом году я полностью удовлетворён, хорошие отзывы в интернете, то есть, мы показали, что мы действительно такая в Краснодаре слаженная команда, которая умеет проводить турниры такого уровня глобального. Единственное, хотелось бы, конечно, пожелать некоторым нашим фитнес-клубам, как бы побольше участвовать в нашем мероприятии, в нашем, подразумевается, в городском. К сожалению, таких клубов у нас очень-очень мало, которые помогают в организации этих турниров. Спасибо за беседу. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова